Снимайте. Значит, вы поняли, чем занимались слепые в России и в Европе. Здесь как раз есть картина Брегеля. Ну вот, и, естественно, никому не было дело до проблем слепых людей. И вот первым, кто обратил внимание на проблемы и хотел помочь слепым людям, это был Валентин Галин. Идите ко мне сюда. Ну, Валентин Галин, французский тихий педагог. Значит, он, что он хотел? Он хотел, чтобы у слепого человека руки-то здоровые, чтобы они трудились, учились. Почему он этого захотел? Он сам был вообще человеком очень, ну, устроен для жизни. Семья, работа. Работал, знал все европейские языки. Работал в Министерстве иностранных дел. Ну, такой вот был неуёмный человек. То телеграфом занялся, то, значит, он познакомился с двумя аббатами, которые разработали методику обучения глухих. И подумал о том, как помочь самообезболиванию людям. Это значит, слепым. Стал наблюдать за тем, как они ориентируются. Уже были некоторые материалы. На него большое впечатление произвело письмо для троу слепых на седание зрячим. Было понятно, что слепых можно привлечь к труду. Надо помочь им, надо занять их обязательно, чтобы они не были в УЗА, не в семье, не просил его милостыню. И вот, значит, он познакомившись. А ещё, значит, выступала там пианистка слепая Мария Парадис с концертами. Он с ней, значит, она из хорошо обеспеченной семьи. Она получила хорошее оборудование. Здравствуйте. Меня зовут Алина Владимировна. Я. Я от Кристиночки. А? От Кристины. А, ясно. Можно посмотреть по-сюда? Да. Можно. Вот и огромная искусственность была. Пускай ее поможет. Можно только повесить, когда готовится. Вон, вот на этом мешок, вот именно. Когда начала, я вам потом повторю. Ну, какими временами, если вы говорите. Ну, а сколько? Ну, тогда, когда закончили, я вернусь сначала. Я не хочу повторять. Так. Я бы, это, я бы, не знаю, да, пожалуйста. Пожалуйста. Все, поговорите? Да, да. Вот. Значит, поэтому у меня поедет, мне так далеко ушло. И вот, значит, он обратился в благотворительную организацию с предложением. С предложением обучать слепых. Обучать чему? Грамоте и ремеслу. Сейчас я книгу привезу. Обучать чему? Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы научить слепых читать, нужно было придумать шрифт. Так, я... Вот, посмотрите, пожалуйста, вот что он придумал. Это называется линейный рельефный шрифт. То есть, это выпуклые буквы. Вот такие. А насколько они удобны? Ну, а вы... Нет, так не надо. Вы закройте глаз и положите свой пальчик на какую-нибудь букву. И постарайтесь ее прочитать. А так это не двигают. Это книги старые очень. Она 1882 года. На следующем сцене... Сложно было, да. А для детей было несложно. Ну, вот, значит, шрифт сложный, да. И потом он... Ну, это потом я вам уже скажу. В общем, понятно, да? Да, да. Это очень старые книги. А покажите, как двигать сам правильно. Ну? Покажите, как пальцем двигать правильно. Ну, как правильно. Вот я только О разбираю букву. П, Р. А круглые эти буквы, они хорошо, да, проще? Ну, да, да. Тактильно ощущается. А так, у меня самой осязания нет. Правильно это по одной буковке читать. Ну, потом двигаясь по строчке, конечно. Если вы будете палец отрывать, вам очень сложно. Вот, шрифт действительно сложновато. Ну, что делать, никакого другого не было. И вот, значит, Валентин... И вот 13 ноября у нас будет отмечаться международный День слепых. А почему 13 ноября? Да потому что 13 ноября 1745 года он родился. Это его честь. Вот, значит. И он тогда хотел, вот, обратился в благотворительную организацию с предложением открыть школу, чтобы учить слепых. Но ему отказали из-за отсутствия денег. Тогда он нашел, значит, молодого человека на паперке в церкви. Его звали Франсуа Лизуэр. И он предложил, ну, значит, научить читать музыки, все, что сам делал. Молодой человек согласился. А семья была категорически против, потому что он собирал своими подаяниями всю семью. И тогда Валентин Груи семье отдавал часть тех средств, которые собирал Лизуэр. Вот. Понятно, да? Значит, он оказался таким толковым, молодым человеком. И они стали демонстрировать. Я вам говорю немножко подробнее, чтобы было понятно. Потому что вопрос заключался в том, чтобы открыть учебное заведение для учеников слепых. Что такое один ученик? Ну, все с него и началось. И они стали демонстрировать успехи его и собирать деньги. Значит, об этом и императый узнал. Ну, в общем, очень даже все шло неплохо. И потом, когда они собрали определенную сумму уже до Саня, обратились человек в любое общество в Париже и предложили открыть школу для учения слепых. И такая школа была открыта в 1784 году. Потому что время там, во Франции, революция произошла. Значит, Бонапарт тоже познакомился с учебным заведением. Но средства таяли. И было принято такое решение соединить школу с богадельными. То есть, чтобы... А слепые уже. Они уже или носами обладывали, и хоры были. То есть, они Марсельезу пели, за что потом Валентин Гриб оплатился. Ну вот. И так получилось, что количество занятий сократилось. Ну, это, собственно говоря, почти был конец существования этой школы. И поэтому думали, что слепые покажут, зрячие там, жительные погадели, что они могут. Ну, произошло наоборот. Слепые тоже перестали трудиться. В общем, все это обидно. Но все равно школа потом была восстановлена. И в это время Валентин Гриб получает приглашение из столицы Санкт-Петербурга. Это Александра Первого. Потому что ему докладывали, он человек был модный такой, самодовинался. И ему докладывали, что вот, в Париже открыт вот школу для обучения слепых. Ну, и он дал указание пригласить Валентина Гриб и в столицу. Стал их собираться. Ну, и в столицу. А на все он обратил свои собственные средства. И все тифлоприспособления. И поехал, да. Но он, конечно, вел переписку, что требуется ему для того, чтобы открыть школу в Санкт-Петербурге. Он просил два списка. Один из богатых, ну, кто обеспеченный, дети обеспеченных семьях. А второй, бедные. Карету требовал для себя, помещение, естественно. Но он составил смету, не учитывая местных условий. И он не попросил для себя жалования. Потому что, ну, скромный человек был. Вот, и, конечно, им было очень сложно. И поехал он. Ну, пока ехал через страны другие, тоже показывал успехи уже другого ученика. Алисуэр стал его помощником. И, значит, когда он приехал в Санкт-Петербург, посетил канцелярию, чтобы доложили императору, что он приехал, ему сказали, а слепых в России нет. Так он ему сказали. Ну, начались его, конечно, муки здесь, потому что квартиру он снял на Васильевском острове. К императору его не допускали. И он еще требовал, чтобы его преемником был обязательно человек, имеющий педагогическое образование. Но не прислушивались к его совету и назначили статского советника по фамилии Бушулов. Очень нехороший человек, такой он портру все. А ГАИ собирался провести год всего и уехать к себе домой. А Проволом в России 11 лет. Представляете, 11 лет. Ну и долги там были, я вам подробностей не буду. Но в конце концов, значит, он добился того, что император издал указ об открытии школы. Это произошло в 1807 году. У нас уже в Санкт-Петербурге была открыта школа для обучения слепых. Я пока остановлюсь на Валентине ГАИ достаточно. Ну, только скажу несколько слов о том, что когда он вернулся в Париж и хотел навестить свое детище, значит, его не пустил директор, припоминая того, что слепые пели Марсельезу, что ГАИ революционер. Ну, потом он уже... Вот памятник, посмотрите, какой хороший. Слепые собирали деньги. Хороший памятник очень. Итак, значит, замечательный Тифло. Первый Тифло-педагог в мире Валентин Гуи. Дальше у нас опять француз Тифло-педагог Вуи Браль. Слышали вот это имя, а? Ну, конечно. Слышали, да? Вы слышали? Ну, конечно. Ну, а сейчас мы подойдем к сотруднику нашему. Танечка, давай, показывай прибор, бумагу, грифи. Вот. Видите, у нас сотрудник незрячий. У человека высшее образование. Она Тифло-педагог. Вот эта вот бумага для письма по граммаму. Можете... Вот пока... Посмотрите, извините, на эту вот таблицу. Угу. Я сейчас немного кратко вам расскажу. У меня... Если я так медленно буду говорить, то это очень будет долго. Я... А вы брали? Расскажу несколько слов. Давай, продолжай, говори. Чтобы было понятно. Вот эта вот бумага для письма по граммаму. Если вы ее возьмете в руки, то вы поймете, что она плотнее. Чем... Чем обычная бумага. А это сделано для того, чтобы точки не стирались. Вот это... Прибор для письма по брайле. Он состоит из двух частей. Вот внутри... Часть... Ну, из... 18 строк в этом приборе. И видите, эти строки разделены на клеточки. В каждой клеточке по шесть таких отверстий. Это чтобы делать точки. То есть шеститочие. Шрифт брайля основан на шеститочии. В прибор вставляется бумага. Верхний край листа совмещается с верхним краем прибора. Левый край листа совмещается с петлями. Закрывается. Вот здесь по углам есть штырьки, которые сейчас закрыты бумагой. Вот так вот нажимаем, чтобы щелкнуло это, чтобы бумага у нас никуда не двигалась. И вот есть специальное приспособление, называется грифель. Этим грифелем мы выдавливаем точки. Но особенность такая, письма по брайле, что мы пишем справа налево. Сейчас я снова уже допишу. А вы попробуйте прочитать, пользуясь таблицей этой. Да, я тут в одном месте переколол. Ну ничего. А читаем мы слева направо. Как нормально. Вот посмотрите, хотя бы одну букву найдите. Можете пальчиком-пальчиком потрогать. Чем отличается вот тот шрифт, который я вам показывала, от этого? Они совсем разные. Нашли что-нибудь, хоть одну букву? О! По-моему, вот эта правильно, нет? Первая букву. Первая букву О. Вторая. Тут три заточки, потом еще, да. Ну, в общем, вы поняли, да? Поняли. Понял. Вторая. Ну, это будет сейчас долго. Видите, как она быстро писала? Их учат в школе. А если помарки какие-то, то как это делается? Ну, помарки, что... Ну, вот, я иногда так делаю. Так не надо, конечно. Ну, вот, например, я здесь последнюю букву переколола, аккуратненько вот так. Сотирает, да? Ну, а так не надо делать. Это я уж... Мы вообще, как-то такое письмо, вот их учат, как печатные буквы написать. Это, 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 это по Гебальду, но здесь, по Гебальду прибор, прибор другой. Вот здесь, вот, у нас там есть прибор, я вам покажу. Вместо вот этих отверстий здесь абсолютно гладкое основание. Ну, давайте, подходим сюда. Вот тоже интересно. И так, значит, вот-вот был Ибрайль. Он родился зрячим ребенком. Отец, отец у него был шорником. И мальчик пробрался, шорник, знаете, что это такое, да? Ну, это изготовление конской, для лошадей, различных украшений там, вот. И он, значит, взял нож в руки и стал уже зарезать кожу, и у него нож выскользнул в глаз. Вот, а потом лечили, конечно, его, чтобы второй-то глаз был нормальный, но произошло симпатическое воспаление, и поэтому он потерял второй глаз. И мальчишечка была, ну, семья очень дружная, ему все объясняли, рассказывали о природе очень много, показывали растения, звуки, птицы. В общем, очень-очень о нем заботились. И в шесть лет он пошел учиться в зрячую школу. И учился очень хорошо. А когда ему исполнилось десять лет, отец отвез его в Париж, в школу, которую открыла Лентинга, и школа работала. Вот. И как раз вот я вам показала книгу эту, и вот этот шрифт был в начале школы этой. Это очень неудобно, потому что он громоздкий. И еще такой шрифт был, был такой французский офицер, Шарль Борбье. Он придумал для армии тайнопись из двенадцати точек. Представляете, там никакой орфографии, все вот только пишешь как вот по звуку. И ноты нельзя было писать. Вот. И он для армии как бы ночью, ночное время передавать донесения. Но это не устроили высшие чины, поэтому ему сказали, леди к слепыма им может быть пригодится. И действительно он пришел, когда в школу к директору, то директор согласился в ныгре, этот шрифт. И вот Луи Брайль, он понял, что что-то тут не то, потому что ноты даже нельзя писать. А Луи Брайль, он был еще в детстве, значит, ему на учителе на скрипке, на органе потом играл. В общем, музыкально. Как для слепой без музыки? Это невозможно, потому что надо было всему обучать незрячих. Ну вот, и мальчик задумывался над тем, как бы усовершенствовать это 12-точие. Несколько лет он над этим работал и придумал свое гениальное 6-точие. Потому что с помощью комбинации точек вот все можно писать и можно ноты писать. Но педагогический совет школы отверг это, потому что, видите ли, зрячего тяжело выучить это. Прошло много лет, прежде чем Шрифт Брайля был внедрен. Он прожил короткую жизнь, он умер рано. Родился в 1809-м, умер в 1852-м. У нас вот есть медаль от Чеканина «К столетию его смерти» в 1952-м году. Ну, мы его помним, у нас пишут, учатся, нравятся все, и взрослые, и дети. Поэтому никогда не забудем. Этот шрифт гениальный, никто не придумал другую. Я хочу сказать, ну вот здесь-то прочитай, это можно, а писать-то нет возможности. А потом, вот сейчас дойдем до следующего стенда, и я вам скажу, что можно и печатать. Печатать, печатать. Вот, значит, ну, что было дальше? Дальше вы имя Грота знаете? Грот Константин, слышали, да? Да, слышали. А кто он такой, знаете? Государственный и общественный деятель. Значит, Константин Карлович Грот, вот он. Он, я вам не буду говорить про деда там, про это, это вот очень долго. Всяком случае, он, эта семья была приближена к императорской семье, потому что его отец занимался воспитанием детей при дворе, и был очень таким активным по жизни. Но он умер, а в семье было трое детей. Яков, Розалия, сестра, и сам Константин. И, конечно, матери, вдове, было очень сложно. Была только пенсия отца, а больше ничего. И она обратилась к императору с просьбой определить сыновей в пансион царско-сельского лицея. Значит, ее просьбу удовлетворили, и мальчиков взяли в этот пансион. Ну, оттуда нельзя было уходить, так она, значит, потом уже переехала даже в Пушкин для того, чтобы быть ближе к детям. А после этого пансиона они были переведены в царско-сельский лицей. Константин Карлович готовил себя в государственной службе, а его брат был ученый. И, значит, когда он закончил лицей, то первое задание, которое ему дали, расследовать пожар в земном дворце. Он служил в различных департаментах, разрабатывал законы, например, какие. Закон об отмене крепостного права. Помните, да, из истории 1861 год. И он не только еще и тюремный закон. Он был губернатором Самары очень долго. А этот город был вообще такой заброшенный. До этого он работал ревизором очень долго. Он вернул с помощью... Он был очень честным человеком, во-первых. И его даже боялись, могли бы и убить, потому что он этих казнокрадов наказывал. Но мы боялись, у него друзья высокопоставленные, вот, и семья приближенная к императору, поэтому, в общем-то, не трогали его. И вот он, он в 30 лет был ревизором. Вернул, я хочу повторить, что разворовавшихся губернаторов заставлял вернуть в казну деньги. Некоторые были заведены уголовные дела. Что он сделал в Самаре? Во-первых, он открыл училище для мальчиков, для девочек. Он открыл библиотеку, он открыл театр. Занимался благоустройством города. Парк был оборудован, светильники. Очень-очень много сделал. Семь лет он там поработал. И самое главное, что он сделал, он заменил откуп на акцизы. Было очень много недовольных. На него в столицу ездили жаловаться. Но его все-таки император поддержал, а потом по всей России этот откуп был заменен на акцизы. Это же деньги, деньги в казну государства. Поэтому как честнейшему человеку ему было поручено сначала открыть попечительство для увеченных воинов, их семей, что было сделано. Это же сбор денег больших и распространение потом уже по России. А потом, позже, уже в 1881 году, ему было поручено создать попечительство о слепых. Что это такое попечительство о слепых? Это организация, которая занималась открытием училищ по всей России. Поскольку людей было слепых много, то нужно было... Так. Извините, я на секундочку... Прошу, помню, что это было. Четно. Присмотрите, какая я сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот так вот, у нас открывались училища. Еще были созданы окулистические отряды. Для чего? Потому что, ну, можно было некоторым людям вернуть зрение. Потому что бедность, грязь, такие заболевания, которые можно было вылечить. Грод привлекал в попечительство известных людей. Ну, например, путешественник Семенов Тяньшанский, юрист Коми, писатель Короленко. Вот Скребицкий Александр Ильич, он окулист и юрист. Это его правая рука. Вот он-то как раз и усовершенствовал вот этот шрифт. Его потом назвали шрифт Скребицкого. Цау Скребицкого назвали. Вот, чтобы можно было печатать книги. И было открыто Александрово Мариинское училище. Вот оно. Смотрите. Красивое здание. Но долго, до 1962 года, обучались слепые наши уже, советские. Вот оно, как выглядит, на самом деле, кирпичного цвета. Вот кресты, тоже самый архитектор Томишко построил. Но когда строилось это здание, то грот, конечно, принимал участие сначала в разработке проекта, потому что все было учтено. Там освещение, несмотря на то, что слепые. Во-первых, большая территория земли на Аптекарском острове была выделена. Там сад прекрасный, чтобы можно было к этим гулять. Он открыл на свои средства мастерские. Это для взрослых слепых. Потому что, видите, надо же делать что-то. Надо работать, надо выпускать продукцию, продавать. Поэтому, в общем, свои средства он, конечно же, тоже тратил очень много. Ну и когда уже сложно, он уже в возрасте был. Он родился в 1815-м, умер в 1897-м. И много он очень сделал. Я уже говорю, общественные и государственные действия. А для слепых он вообще очень много сделал. Поэтому, значит, вот что у нас есть. Улица Грота здесь, на Петроградской. Как-то так получилось, что у нас все сосредоточено на Петроградской. И до сих пор. И еще, ну вот, в Самаре там библиотека носит его имя. А еще имение в Рязанской губернии было. Гротовская станция названа в честь его. Вот, пожалуй, и все. У нас школа-интернат для слепых. Вот сначала учились здесь дети. Вот, посмотрите, видите? Здесь памятник виден? Нет, памятник здесь не виден. Памятник очень хороший, Гротов. Ах, он слева у него? Да, да, да. Очень, да, тут плохо видно. Значит, он находится... Школа переехала на проспект Шалумяна. И там на территории этот памятник. Он, конечно, многострадальный. Очень красивый. Так получилось, что и бюст его на стеле, украденную, потом вернули. И там слепая девочка под ниже. Она читает книги как раз из детского мира Ушинского. Вот этот шрифт. Если подойти, посмотреть, даже можно почитать там строчки. Очень красивый памятник. Так что вот Константин Карлович Гротов. Такой замечательный был человек. Ну, а вот Англия Ромена Александровна, она первая книга-печатница. Книг шрифтом Брали. Надо же было переводить французский Брали на русский. Вот. У нас в музее хранится букварь 1852 года, в год смерти Луи Брали. Так. Ой, да. А медаль, вот я вам говорила про медаль, там написано, тоже это французский шрифт, написано, да будет свет. С одной стороны его профиль, с другой стороны написано, да будет свет. Вот. Давайте дальше пойдем, чтобы что же было у нас дальше. Дальше. Время шло. Попечительство, конечно, это замечательно, что оно было. Но все равно слепых было привлечено мало. Невозможно было всех привлечь, охватить. Поэтому нужно было думать о том, что же будет дальше. Ну, тут уже революционный период. И вот первое объединение слепых, которое появилось в Петербурге, была артель слепых, живущих своим трудом. Что попечительство? Вот. Что они там могли, слепые? Они заботились зрячие. Значит, слепые только работали. Они, прав у них никаких таких вот не было. Замуж выйти, жениться. Только с разрешения попечительства. Они находились в этом помещении за дня в день, такая монотонная жизнь. Они могли только пойти в церковь и в баню. Больше никуда. Понимаете, это неинтересно. Потому что за них, вот я говорю, продукцию продавали не они, а за них. Ну, правда, праздники были. Император даже посещал. Подарки были. Все это было. Но это же праздники редко бывают. Поэтому и образовалась эта артель. Артель слепых, живущих своим трудом. Значит, они, они как бы были под покровительством попечительства, но попечительство ничего для них не делало. Они сами, у них был староста, Николай Голоктёнович Филатов. Он поздно ослеп, в результате травмы. И они нанимали помещение для работы, жилье для слепых. Платили взносы. И сами они тоже реализовали свою продукцию. Ярлычки написали шрифтом Брайли. И торговали они на сытном рынке у нас здесь. Вот. Поэтому, что они, какую продукцию они, я вам могу сейчас... Так, давайте, чтобы мне не перепутать. А какие-то щетки представлены? Ну, это щетки уже более поздние. Ой, вот послушайте, что делали в этой артели. Значит, так. Клей почтенный, пожалуй, облюбуйте товар наш. Вот вязаний здесь немало. Все. От шапок до гамаш. Одеяльца шерстяные, сумки, галстуки, ковер. Есть и скатерти цветные. Всяких кружев. Вход на вор. Надо мебели плетеные или в салазке ребятне. Прочно склеит клей ядреный и по божески, по божеской цене. Мы сыграть и спеть готовы. Массажистов можем слать. Или рояль настроить снова. По усопшим почитать. И любви расстояния не стеснительны для нас. Лишь бы зрячего внимания поспешило дать заказ. Понятно? Реклама. А стихи, стихотворение это. До нас дошла тетрадь дочери Николая Голубь-Темча Филатова. И там как раз это стихотворение было написано. Очень трудно было его разбирать. Так что можем сказать, что эта артель, это действительно самое первое объединение слепых, где они сами решали все. Незрячие за них решали. Ну и тут вот как раз вот дальше что было. Вот воззвание к слепым. Был у нас такой Василий Иванович Нечаев, ослепший художник. Он в 20 лет потерял зрение. И что-то... Он, конечно, очень тяжело. Депрессия была, несколько лет длилась. У него... Он писал картины и он был на выставке. Выставка даже была организована. И вот, значит, до нас не дошло ни одной его работы. Всего было 33 картины. В русском музее тоже нет. Только название его картин. Были рисунки... Вот я говорила про тифлокабинет. Музей вам до войны был открыт. Вот как раз вот там были рисунки его. Но все наводнение было. Во время войны даже все сохранили. А потом, когда перевезли в наш дом просвет, это на Стрельницкой улице, в результате наводнения все пропало, к сожалению. Вот и вот Василий Иванович был инициатором создания Всероссийского союза слепых. Это еще не Всероссийское общество слепых. Но это начало. Вот у нас устав тут есть. Посмотрите. Это копия, конечно. Устав. Устав. В нем все написано. Что должны делать? Но самое главное, конечно, это труд. Для слепого человека – самое главное – труд. Но союз этот просуществовал всего один год. Потом, ну, знаете, революция, гражданская война и все. Но не пропало все даром. Потому что по России были открыты ячейки этого союза, которые потом как раз и стали отделениями Всероссийского общества слепых. И вот, когда уже у нас произошла революция, конечно же, были созданы различные меркоматы. Меркоматы социобеспечения, присвещения местной правой. Ну, все абсолютно. И в Москве Борису Петровичу Мавромате, вот его подряд, он юрист по образованию, но он москвич. Значит, поскольку он был членом партии, во время гражданской войны он переходил линию фронта с крестом. Сумка такая, да, с донесениями. Его так и называли «Слепой политрук». И, в общем, когда закончилась уже гражданская война, ему было поручено создать Всероссийское общество слепых. Тоже было создано, прошло собрание слепых в Москве, была создана инициативная группа, было избрано оргбюро по созданию Всероссийского общества слепых. И нужно было по всей России открыть отделение. И, а у нас, что у нас было? У нас, значит, после гражданской войны очень было много ослепших, но среди них такие опытные люди. Вот, например, Антиногенов Василий Антиногенович. Это все герои гражданской войны. В общем, в романте пришла к нам студентка, молодого человека, было общежитие «Слепом его». И там как раз и была организована артель. Ну, что делать-то? Просто так, что ли? Они, конечно, за героями гражданской войны их там кормили. Нормальное внимание было им оказано очень серьезное. И они, вот, посмотрите, это старые промыслы, да, вот здесь слепых. Ну, они тоже занимались. Щетки собирали, в общем, плели корзины. Это же нужна, нужна продукция была. И, ну, таким образом, значит, вот артель образовалась, щеточная. И когда вот этот студент приехал, и он не сумел толком объяснить, что нужно. Что вот, надо общество создать, а у них работа есть, государство о ней заботится. Им как бы не надо ничего. Они не собирались ничего в масштабах всей России придумывать. И этот студент уехал ни с чем. А потом приехал сам в аромате. Он такой замечательный оратор. Ну, умница, конечно. Он получил высшее образование. В то время слепыми не решали учиться, но он добился. И он объяснил анфиногену. Анфиногену было торгом. Ну, парторг, короче говоря. Вот. Что такое ВОЗ? Что он даст людям? Что люди дадут обществу? И тогда уже было понятно, что действительно дело это нужное. Собрали собрание у нас слепых. Избрали в бюро. Первый председатель Ильи Фунии Огромий Менделевич. И началась работа по учету слепых. А что самое главное? Самое главное вот что. Ведь надо же было... Ну, что слепой человек? У него... Ну, права были. Но что он может один сделать без государства? Что он может? Открыть предприятие. Конечно, надо объединяться. Это же в единении сил, в общем-то. Ну, и председатели у нас, руководители, они менялись. Вот Галвин Эдуард Яковлевич, он был председателем в общей сложности 22 года. Наш Ленгуб отдел, то есть Ленинградский губернский отдел ВОЗ, был зарегистрирован 16 сентября 1924 года. А в общий год мы снова пойдем на Марышкин без всего Петропавловской крепости и будем стрелять из пушки вот это в 90-летие гильза. А в 95-летие не дали стрелять ходили, а гильзу не дали. Ну вот, значит... И, естественно, он был... Он очень многое сделал для того, чтобы... Самая главная задача это трудовое устройство. Открывались артели, открывались... Ну, тут даже завод был один открыт, ЛЭМЗОС, завод электромоторов и общества слепых, сокращенный ЛЭМЗОС. Но по положению Всероссийского общества слепых ВОЗ не имел права открывать собственные предприятия. И наркомат местной промышленности забирался как бы себе. Мало ли какие-то ошибки были, недочеты, то сразу же, а, слепые не могут, хотели руководить ими. И все это закрывалось. И получилось так, что по положению ООЗ, вот я повторяю, значит, не имела права иметь собственные предприятия. А Галлан все равно открывал предприятия. А еще самое плохое было то, что на первом съезде Всероссийское общество слепых в обрамате в 1925 году не избрали руководителем Всероссийского общества слепых, а избрали другого человека, ну, малограмотного. И он как раз был на стороне, а курировал наш, Лен Гупагилов, наркомат соцобеспечения, то есть СОБИС. И получалось не очень-то и хорошо в этом смысле, что как бы чем, когда оставалось руководить, это, что, лекции читать, самодеятельность производить. А самая главная работа-то, вот, и тормоз был очень большой в этом вопросе. И все равно, несмотря на это, было принято, были там учебно-производственные мастерские открыты, опять-таки, это, они подчинялись соцобеспечению, но развития не получили дальнейшего, потому что люди обучали, а применить труд негде, нет предприятий. Обращались даже на фабрики уже Ленинграда. Ну, в общем, все это проходило очень тяжело. И, несмотря на это, вот тут вот, видите, вот эти снимки, у нас будет заменена экспозиция, потому что уже все выгорело. Посмотрите наверх, вот на верхний стенд. Видите, там не зря Чикем Эдуард Филиппович, найдите, обучает военнослепших работе на токарных станках. Видно, нашли, да? Нашли, очень хорошо. А как рабочий будет работать на станке? Как, чем измерять детали? Вот он придумал, опять без Брайля никуда. Вот, мерительные инструменты. Это микрометр, штанглин, циркуль, элегорифмическая линейка. Вот сам Кем уже в возрасте. Он и слухачем был, кстати, во время войны. И получилось так, что нам помогло, что в 1940 году вышло новое положение Всероссийского общества слепых, где было сказано, что ВОЗ может открывать собственное предприятие. Но еще до войны был открыт завод электромоторов и экспедиционного снаряжения. Я сейчас вам покажу. Вот подумайте, вот это экспедиционное снаряжение. Что они могли делать? Вот, посмотрите. Вот как вы даёте, что это такое? Вот это что такое? Ой, экспедиционное снаряжение. Там ножки деревянные. А еще матрасик сверху. Это складная кровать. Складная кровать. Видишь, сколько тут слепые все делали. Как же они спать там? Так я же говорю, ножки, матрасик. Спать. Это как матрасик? Это каркас. Это, значит, был заказ от геологов. По заказу геологов делали. А чтобы открыть этот завод, проводились трехдневники помощи слепым. Значит, кружечные сборы. Деньги собирали слепые по всей России. Ну, Москва тоже помогла. Ой, но завод уже первый. Исона Петроградской. Пионерская 44 сейчас. Вот там вот выглядел, как он. Там газетный снимок на самом верху. Посмотрите. Прекрасное здание. Все было продумано. Не было встречных потоков. Хотели, чтобы на этом заводе работало тысяча слепых. Тысяча. Чтобы вот эти мелкие вот эти все участки были обедены и находились в одном месте. Директор завода слепой. Начальники цехов слепые. Но, конечно, без зрячих мы не могли обойтись. Потому что бухгалтерия и главные инженеры, они были зрячие люди. Но все равно завод отобрали. И все ведь это сделано на деньги слепых. Вот у нас выпускался журнал «Жизнь слепых» в двадцать четвертом году. Он шрифтом брали. И однотневные газеты выпускались. Вот. Ну, теперь переходим. Здесь у нас все посвящено блокаде. Значит, как только появилось новое положение в российском обществе слепых, так сразу...